В эфире программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. В МФЦ Ростовской области появилась бесплатная адвокатская помощь. Реализуют проект юрпомощи малозащищенным группам. Население адвокатская палата Ростовской области совместно с МФЦ. Сегодня в нашей программе мы поговорим об этом вместе с председателем Ростовской областной коллегии адвокатов правовета Михаилом Тахмаховым. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам о проекте адвокаты в МФЦ. Когда эта услуга появилась? Сама по себе бесплатная юридическая помощь, которая предусмотрена федеральным законодательством и областным законом, она появилась в 2012 году. Но работать в офисах МФЦ адвокаты начали с середины прошлого года. Дело в том, что задачей адвокатской палаты области, и это была именно инициатива адвокатской палаты, было донесение этой помощи до как можно большего числа адресантов. Конечно же, не всегда те лица, которые имеют право на получение этой помощи, могут легко добраться до места ее оказания, до адвокатских офисов непосредственно. Именно поэтому возникла идея оказывать помощь в офисах МФЦ. Офисы МФЦ имеют достаточно разветвленную структуру, находятся практически в каждом районе города. Люди обращаются туда по различным своим вопросам, связанным с документооборотом. И, конечно же, наличие в офисах МФЦ адвокатов, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, приближает эту помощь к тем категориям граждан, которые имеют на нее право, и позволяет охватить как можно больше круг таких граждан. А вот насколько важен этот проект и почему появилась такая необходимость? Я считаю, что этот проект очень важный. Конечно же, в первую очередь для тех, для кого эта помощь необходима, тем, кому она предназначена. Это малозащищенные группы населения, конечно же, в первую очередь инвалиды всех групп. Это участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ветераны. Это дети-сироты и лица, которые их представляют. Еще целый ряд категорий людей, которые действительно не могут получить эту помощь за деньги, в связи с тем, что являются малоимущими. Для адвокатов этот проект важен потому, что при помощи реализации проекта «Адвокаты в МФЦ» удается донести эту помощь до людей и получить хотя и небольшое, но стабильное вознаграждение из бюджета. Что же касается работников МФЦ, мне кажется, для них этот проект тоже важен, поскольку очень часто люди приходят в офисы МФЦ исключительно с правовыми вопросами. Сотрудники МФЦ не могут их проконсультировать, и поэтому они их переадресуют к адвокатам. Адвокаты занимаются консультациями, а работники МФЦ выполняют свои непосредственные обязанности, участвуют в оказании услуг, которые предоставляет МФЦ. Поэтому со всех сторон, для каждой из участников этого проекта, для каждой стороны, этот проект, безусловно, нужен и необходим, и важен. Расскажите нам подробнее, кто и какую помощь может получить. Полностью весь перечень предусмотрен в Ростовском областном законе о бесплатной юридической помощи. Но к категориям относятся, основные категории, назову, которые обращаются, это инвалиды, первый, второй и третий групп, это дети-сироты, это малоимущие граждане, которые не имеют достаточного дохода. Это участники Великой Отечественной войны, ветераны труда. И круг этих лиц, он значительно больше, полностью он приведен в перечне. Но если возникает сомнение какое-то или необходимость узнать более подробно, подходит ли конкретный человек под эту помощь, мы телефоны чуть позже скажем, гласим. И, конечно же, можно позвонить и спросить, подходит ли человек или нет под эту помощь. Услуги адвокатов сегодня, на самом деле, стоят недешево. Поэтому многие не верят, что данную юридическую помощь они могут получить абсолютно бесплатно. Да, на самом деле такой стереотип существует, но вот это исключение из правила. Помощь оказывается действительно совершенно бесплатна. Все, что нужно лицу, обратившемуся за помощью, это предоставить документы, подтверждающие факт его отнесения к льготной категории. Это может быть справка об инвалидности, это может быть справка о среднедушевом доходе из Управления социальной защиты населения. Другие документы, которые подтверждают факт отнесения к категории. И заключить соглашение о бесплатной юридической помощи с адвокатом. Подать соответствующее заявление и помощь будет оказана совершенно бесплатно. Расскажите, а на прием нужно записываться в МФЦ? Адвокаты там постоянно работают? Расскажите о порядке. На сегодняшний день юридическая помощь Ростовской областной коллегии и правоведа, бесплатная юридическая помощь, оказывается по адресам нахождения коллегии, это Ростов-на-Дону, улица Белорусская, 199, и по месту нахождения офиса МФЦ на Тульской, 2. Причем на Тульской, 2 адвокаты дежурят постоянно, в режиме с 10 часов утра до 17.30 вечера, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. По будним дням. Записи никакой предварительной не нужно. Можно непосредственно приезжать в офис МФЦ и обращаться к дежурному адвокату. Что касается оказания помощи на Белорусской 199, в основном офисе адвокатского образования, то необходимо предварительно согласовать свой визит по телефону, записаться, и после этого эта помощь будет оказана здесь на месте. Кроме этого, на сегодняшний день по предварительной договоренности с руководителем регионального общества инвалидов, председателем, будет помощь оказываться также по месту расположения офиса общества по Суворово-9 в городе Ростове-на-Дону. Но там будет выездная помощь, она будет оказываться один раз или два раза в месяц при наличии соответствующих заявок от инвалидов. Я знаю, что на дом иногда выезжаете. Да, при необходимости. В том случае, если инвалид является маломобильным и ему сложно добраться до адвокатского офиса, то возможен выезд на дом и оказание непосредственно помощи инвалиду в тех условиях, в которых он находится, в которых он проживает. Михаил Анатольевич, я знаю, что для этого проекта, для адвокатов даже специально разработали форму. Да, действительно, это так. Это была скорее инициатива самих адвокатов. Дело в том, что форма, во-первых, дисциплинирует того, кто ее носит, во-вторых, вызывает больше доверия у тех людей, которые обращаются, они видят некую корпоративность в человеке, находящемся в форме. Ну и, конечно же, со всех сторон это более эстетично, а с учетом того, что мы работаем на сегодняшний день в МФЦ, а работники МФЦ оказывают услуги МФЦ, тоже находясь в корпоративной форме, это больше соответствует формату, в котором мы сейчас работаем. И мне кажется, это правильно. А расскажите, как подбираются на эту работу адвокаты, все высококвалифицированные? Ну, на сегодняшний день в Ростовской коллегии адвокатов, все адвокаты абсолютно участвуют в программе оказания бесплатной юридической помощи. Естественно, все имеют высшее образование, значительный стаж работы по различным делам. Участвуют в этой программе и молодые юристы, это Общество молодых юристов и Ассоциация юристов России. Конечно же, наши молодые коллеги обладают меньшим опытом, но в любом случае, когда мы сталкиваемся с вопросами, которые необходимо решать адвокату со стажем, то все эти вопросы пропускаются через опытных адвокатов, и консультации в любом случае обеспечиваются с высоким уровнем качества. А какая команда у вас? Сколько человек примерно? Ну, на сегодняшний день 8 человек, которые работают в проекте, и этого, в принципе, хватает для того, чтобы оказывать помощь как на базе МФЦ, так и непосредственно в офисе, так и организовывать выезды при необходимости. Ну, конечно же, адвокатов мы приглашаем к сотрудничеству, добро пожаловать в наши ряды, будем рады видеть грамотных и опытных адвокатов, потому что, конечно же, лишними люди в этом проекте не бывают. Михаил Анатольевич, а с какими проблемами чаще всего обращаются горожане? Ну, в основном перечень проблем, он, как правило, более не менее стандартный, тех, по которым обращаются наиболее часто, это банкротство физических лиц, это вопросы, связанные с наследованием, вопросы, связанные с недвижимостью, вопросы установления отцовства или оплаты алиментов, вопросы споров с работодателями. Это вот наиболее частые проблемы, хотя круг проблем, он гораздо более широкий. И очень часто адвокатам приходится оказывать помощь даже по тем вопросам, которые в круг определенный федеральным и областным законодательством не входят. Но вместе с тем нуждаются люди в том, чтобы такую консультацию получить. В качестве примера могу привести сегодняшнюю помощь, которую оказывают адвокаты коллегии Ростовскому обществу инвалидов областному. Инвалиды попали в очень сложную ситуацию, связанную с тем, что у них был открыт счет у организации в Донхлеббанке. У этой организации была отозвана лицензия, и около 80 тысяч рублей, которые находились на счету, оказались для инвалидов недоступными. Эти деньги собирались для того, чтобы организовать подарки инвалидам перед Новым годом. И вот когда руководители общества пришли для снятия этих денег, оказалось, что банк закрыт, а счет этот заблокирован. До сегодняшнего дня идет процесс банкротства, до сегодняшнего дня они не могут получить свои деньги, и мы активно помогаем им для того, чтобы все-таки их право реализовалось, и эти деньги были возвращены. Конечно же, эта проблема не подпадает непосредственно под бесплатную юридическую помощь, но тогда, когда к нам обращаются льготные категории, мы стараемся помочь в любом случае. Относится этот вопрос к перечню, предусмотренному законодательством или же нет. А есть ли какая-то статистика? Сколько проведено консультаций, сколько соглашений заключено? Всего на сегодняшний день по территории Ростовской области работает 9 офисов МФЦ. Из них 2 открыты непосредственно в Ростове-на-Дону, по улице Большая Садовая и по улице Тульская 2, как я вам и говорил в начале нашей беседы. Но общая статистика достаточно удовлетворительная. Более 180 соглашений об оказании бесплатной юридической помощи заключено на сегодняшний день. Я имею в виду все дополнительные офисы адвокатских образований в МФЦ. Что касается же непосредственно статистики на Тульской 2, с прошлого месяца только начало работать это подразделение. Только с прошлого месяца открылся дополнительный офис. И, конечно же, статистика пока не большая, но могу сказать, что уже десятки людей обратились за помощью. Многим из них эта помощь оказана. На сегодняшний день мы работаем в рамках уже заключенных соглашений с льготными категориями на оказание юридической помощи. И я думаю, что статистика в этом направлении будет только расти. В частности, и благодаря вашей сегодняшней программе. Многие не знают, да? Да, люди узнают. Проблема в том, что очень многие не знают о наличии у них права такого даже. Поскольку у нас люди исторически не очень в правовом отношении грамотные и не знают своих прав, часто человек, который обладает таким правом, просто не знает о том, что оно существует. И тем более не знает, где и в каком порядке ему такая помощь может быть оказана. Так вот, хочу путем посредством вашего канала обратиться к льготным категориям. Обращайтесь, мы обязательно каждому из вас поможем, насколько это будет возможно. Ну вот скажите, сегодня в двух МФЦ, а планируется дальше по другим МФЦ распространять? Да, безусловно. Руководство адвокатской палаты области ведет очень активную работу по расширению сети дополнительных офисов адвокатских образований в МФЦ. МФЦ нам тоже в этом помогает, но, к сожалению, существуют определенные бюрократические препоны, которые не позволяют открывать достаточное количество офисов. Чтобы каждому МФЦ, да? Да, в чем проблема? Проблема в том, что в большинстве случаев МФЦ находятся в помещениях, которые являются собственностью муниципалитета, и для того, чтобы разместить там дополнительный офис адвокатов, а это всего лишь там 2 на 3 метра, ну там 4, там может быть 3 квадратных метра, приходится согласовывать этот вопрос с ДИЗО. И, соответственно, проблема согласования, она затягивается на очень длительный период. А в большинстве случаев мы получаем отказ в размещении таких дополнительных офисов на территории МФЦ. И вот такая вот бюрократическая проблема препятствует, в принципе, благой и очень социальной цели донесения адресной помощи до нуждающихся категорий. Но вы все равно работаете в этом направлении? Работа идет активнейшая, идет постоянная переписка, и руководство адвокатской палаты области, и президент нашей палаты Джиллаухов Григорий Сергеевич, она активнейшим образом пытается как можно большее количество офисов МФЦ охватить адвокатской помощью на сегодняшний день. Давайте еще раз проговорим, есть ли у льготных категорий появились какие-то вопросы. Вот как им действовать, по каким телефонам звонить? Алгоритм действия очень простой. Для начала, когда возникла необходимость получения такой помощи, лица, которые относятся к категориям, обладающим право на получение бесплатной юридической помощи, должны прозвонить в офис адвокатского образования, либо приехать непосредственно по адресу Тульская, 2, в офис МФЦ, где адвокаты, я еще раз повторю, дежурят в режиме с 10 часов до 17.30, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Никакой предварительной записи в этом случае не требуется. Если же есть необходимость получить эту помощь на Белорусской, удобнее человеку ехать, например, сюда, а не выезжать на Тульскую, то тогда нужно прозвонить в офис адвокатского образования. Телефончики, я думаю, что есть они на экране. И по этому номеру можно прозвонить, записаться, и эта помощь будет оказана на Белорусской. Мы работаем в режиме с 9.30 до 18 часов. Ну, все очень понятно, доступно. Спасибо за такую полезную и интересную информацию. В завершении нашей программы, что бы вы хотели пожелать всем ростовчанам? Ну, в первую очередь, конечно же, я хочу пожелать ростовчанам поменьше сталкиваться с проблемами, которые требуют вмешательства юристов. Но если уже такая проблема возникла, то обращаться к юристу лучше как можно раньше, до принятия важного для вас решения. Ну, а так-то, конечно, всем здоровья, пережить этот тяжелый период, счастья и успехов во всем. Михаил Анатольевич, еще раз спасибо. До свидания. До свидания. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. И до встречи в нашем эфире.